Продолжение следует... Здравствуйте, Борис Сергеевич. Рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Здравствуйте, Материн. Первый вопрос у нас такой. Производительность труда в нашем регионе за последние пять лет выросла на 13%. И это выше, чем... А в целом по стране всего лишь на 3%. Вот такие цифры были озвучены на публичном отчете Минэкономразвития за последние пять лет. Вот скажите, каковы причины этого? Ну, мы сразу о хорошем. Вы знаете, очень хотелось бы этот вопрос услышать через пять лет. В 2024 году, когда закончится у нас национальный проект, тогда можно было бы с уверенностью сказать, что это все благодаря нашей деятельности. Пока проект же идет только второй год. В 2019 году он свой старт приобрел. Поэтому было бы нескромно эти заслуги приписывать нацпроекту. Ну, а можно сказать, что действительно эта статистика полностью коррелирует с другой статистикой. Какой? Ну, рост ВРП Ростовской области, он опережает рост в среднем по стране. Соответственно, цифрам можно доверять. Ну, и я полагаю, что кто-то может сказать, что это особенность отраслевого баланса или какой-то рыночной конъюнктуры. Но я полагаю, что в первую очередь это заслуга экономического блока правительства Ростовской области. Это специализированный национальный проект, который непосредственно заточен на достижение результата повышения производительности труда. Так, какими способами? Какие предприятия уже готовы в нем участвовать? В нацпроект могут входить предприятия, отвечающие особым критериям. Ну, во-первых, это предприятия Ростовской области, для Ростовской области, если мы говорим. Это предприятия не сырьевых отраслей, а именно это обработка, транспорт, сельское хозяйство, ЖКХ и строительство. Эти предприятия должны быть российскими. Доля иностранных организаций или физических лиц в предприятиях не должна превышать 25%. Ну, и предприятия должны отвечать критерию по выручке годовой от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей. То есть это крупные предприятия? Это средние предприятия. Но по вашим оценкам, сколько предприятий Ростовской области могут принять участие в нацпроекте? Статистика нам дает цифру порядка 240 предприятий, которые отвечают данным критериям. При этом паспортом нацпроекта определено, что вплоть до 2024 года включительно должно быть вовлечено в проект 195 предприятий ростовских. А сейчас сколько участвует? Сейчас мы второй год в нацпроекте. КПА на 2019 год было заявлено 17 предприятий, где мы должны были осуществить соответствующие меры поддержки. Фактически их в нацпроект в 2019 году вошло 39, на текущий год это дополнительно еще 36 предприятий. И так до конца 2024 года должно быть охвачено нацпроектом 195 предприятий. Но на какие меры поддержки могут рассчитывать эти предприятия? Национальный проект содержит в себе три больших раздела. Национальный проект повышения производительности труда и поддержка занятости. Во-первых, это системные меры. В рамках вот этого подпроекта системные меры предприятия могут рассчитывать на снижение административных барьеров, на получение инвестиционного налогового вычета, на нулевую ставку налога на имущество для вновь вводимых объектов недвижимости, на получение кредита ФРП в размере до 300 миллионов рублей под 1% годовых на 5 лет. Подпроект адресная поддержка, ну собственно говоря, ядро этого национального проекта подразумевает бесплатный консалтинг специалистов Федерального центра компетенции или Регионального центра компетенции предприятий, участников нацпроекта. Специалисты выходят на предприятие, выбирают соответствующий производственный поток, формируют рабочую группу, привлекая туда работников предприятия. И потом на выбранном потоке с применением инструментов бережливого производства достигают поставленных целей и задач. Как изменится работа человека на своем рабочем месте, когда его предприятие станет активным участником нацпроекта? Ну обычно этот вопрос задают в связи с вопросом о мотивации работников. Я могу тут сказать следующее. Можно по-разному относиться к труду. Кто-то будет следовать заповедям Ветхого Завета о том, что труд — это, собственно говоря, Божья кара. И нас и знал Господь из рая, и мы должны хлеб насущный добывать в поте лица своего. Или можно относиться к труду как к процессу эксплуатации, собственно говоря, с целью извлечения прибыли капиталом. Или можно относиться к труду как к свободному выражению и применению своих способностей в свободном обществе. Но в любом случае труд — это данность. И труд — это одна из основных составляющих нашей жизни. Если это так, ну надо сделать его упорядоченным. Вот основоположник научной организации труда Алексей Капитонович Гастев, он говорил, мы проводим на работе лучшую часть своей жизни, так давайте же сделаем, чтобы она была легка. В этом главная мотивация. Не финансовая, не какая-то еще другая. Вот вы в своей студии работаете, и если у вас порядок на рабочем месте, если вы знаете все процессы, их последовательность, если у вас нигде не скапливаются по времени эти процессы и не тормозится ваша работа, если вам не нужно аврально что-то доделывать, а где-то просто простаивать, ваша работа слаженная, становится равномерная, вы получаете удовольствие от своей работы, она, собственно говоря, вам не в тягость. В этом самая главная цель. Ну, безусловно, существуют и материальные формы стимулирования, ведь повышение производительности труда, что это такое, там, снижение, снижение сдержек. В конце концов, это приводит к увеличению прибыли. Вы абсолютно уверены, что повышение производительности труда напрямую не связано с сокращением персонала? Вы знаете, опасения по поводу сокращения персонала, они в чем-то обоснованы. Даже национальный проект называется «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Потому что самым примитивным способом, самым примитивным способом, это сократить часть работников, у тебя повысится производительность труда. Но могу сказать, что вот по итогам 2019 года ни одно предприятие, которое участвовало в национальном проекте, не сократило ни одного работника, ни одного сотрудника. Нацпроект называется «Производительность труда и поддержка занятости». Вот что такое поддержка занятости? Как будет реализован этот аспект? Он уже реализуется, Мария. Вот в 2019 году такую поддержку в рамках нацпроекта получило 1040 сотрудников предприятий, участников нацпроекта. И она состоит в том, что государство дает возможность компенсировать затраты на обучение и переподготовку своих специалистов. 86 миллионов рублей было потрачено на компенсацию таких затрат в прошлом году. Эта работа продолжится и в текущем году, и все время работы нацпроекта этим занимается Ростовский региональный центр занятости. Как в целом, на Ваш взгляд, реализация нацпроекта отразится на экономике Ростовской области? Производительность труда – это один из ключевых экономических показателей работы предприятия. И он напрямую связан со всеми базовыми остальными показателями, как себестоимость, выручка, качество, практически со всеми. Мы долгое время отставали по показателям производительности труда от ведущих держав европейских, скандинавских, североамериканских. Безусловно, нам нужно догонять их. И повысив производительность труда, мы улучшаем в целом и весь экономический климат и конкретно экономику каждого конкретного предприятия. Спасибо Вам большое за интересную беседу. Остается пожелать лишь выполнить все показатели к 2024 году. Пожелать Вам удачи в этом. На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах! Субтитры создавал DimaTorzok